Около сотни заинтересованных граждан, а также представители органов власти, прокуратуры и полиции региона, учреждения образования, средств массовой информации собрались в Белом зале ВУЗа, чтобы обсудить различные аспекты деятельности участковых, познакомиться с их полномочиями и найти возможные пути совершенствования их работы. Связь общества именно с органами внутренних дел, наверное, и происходит в первую очередь через участковых инспекторов, которые находятся, скажем так, на земле и слышат, и непосредственное, так сказать, участие принимают в жизни общества, каждый день соприкасаясь с их проблемами. Открывая урок, ректор Тюмгу и депутат Тюменской городской думы Валерий Фольков отметил, что заявленная тема актуальна сегодня так же, как и в советские времена. Первый и самый главный вопрос, который задают избиратели, это всегда вопросы, касающиеся деятельности участкового полномоченного полиции. Наверное, это справедливо, потому что, с одной стороны, это очень тяжелое бремя, очень тяжелая ноша. Для простого человека, для обывателя, для жителя участкового полномочия – это и есть лицо нашей правоохранительной системы. Это олицетворение не только полиции, но и в каком-то смысле государства. От его работы или по его работе и судят, насколько эффективно работает государственная машина, произошли ли реальные изменения в работе полиции и насколько качественно меняется жизнь в городе. Одним из инициаторов проведения урока об участковых наряду с постоянными организаторами-экспертами школы права Ольгой Загвезинской и Ярославом Елиным был начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин. Он рассказал, что работа участковых построена строго по территориальному принципу. В Тюмени в должности участкового полномоченного работает 187 офицеров полиции. На каждого приходится примерно 3,5-4 тысячи граждан. Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области Александр Приходько уверяет, участковый уполномоченный полиции – это человек, к которому можно обратиться по любому вопросу. И ни один вопрос не остается без внимания. Часто всего народ не знает своего участкового. Чтобы его знали, участковый должен чаще всего ходить, делать, получать подворный вход каждый день, ежедневный, как он соответствует приказам. Чтобы народ его знал, обращались к нему за помощью, и он всем помогал. Дискуссионный тон уроку придало выступление председателя общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александра Петрушина, который обратил внимание слушателей на формирующиеся в обществе отношения к участковым.